Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня у меня недельный обзор ваших вопросов и ответов о жизни в Аргентине. За этот период от предыдущего дайджеста наиболее частым вопросом было о жизни в частном секторе, как купить дом, возможно ли построить дом и так далее. Дело в том, что в Аргентине, ну, наверное, как и в любой другой латиноамериканской стране, есть своя специфика, которая связана прежде всего с безопасностью, и отсюда как бы вытекают все особенности жизни в частном секторе. Частный сектор есть непосредственно на территории Буэнос-Айреса. И если этот частный сектор находится в дорогих районах, вот у меня, например, есть видео о Палермо-Чико, да, это район, который состоит вообще из особняков. Ну, и там, соответственно, будут цены на эти особняки, начиная от миллиона долларов и выше. Это тот район, где можно комфортно жить в частном секторе, и если вы себе можете это позволить, я, конечно же, только буду рада за вас. Также у меня есть выпуск о районе, который называется Кабашита. Это район в основном для среднего класса, но там есть подзоны, северная зона, южная зона Кабашита, и вот в северной зоне Кабашита тоже у меня там есть небольшое видео. Такие английские кварталы с частными домами. Возможно, они немножко будут подешевле, чем в Палермо, но это тоже дорогой сектор. То есть, если мы говорим с вами о частном секторе, который находится на территории непосредственно Капиталя, да, на территории Буэнос-Айреса, именно как город-город, то нужно рассматривать, какой это район. Безопасные районы, такие как Бельграна, очень большой частный сектор. Есть в Бельграна, кстати, надо как-нибудь снять видео об этом районе. Очень красивые домики в английском стиле. Домиками назвать даже иногда тяжело. Это особняки, если мы говорим о Палермо. В реколете я особо не видела, наверное, частного сектора. Это дорогой сегмент, сегмент, где жить безопасно. Если же мы говорим о частных домиках, которые находятся в более маргинальных районах, то это уже на ваше усмотрение, жить там или не жить, поскольку маргинальный район, он есть маргинальный район, и там может случиться всякое, да, там дешевле, но это более опасные районы. Если же мы говорим о загородной зоне, то, опять же, в первую очередь для жизни в частном доме мы должны думать о своей безопасности. И если вы хотите построить дом где-нибудь в степи, с широким таким размахом, без соседей и так далее, закопайте эту мечту, потому что это очень опасно. Когда у вас дом стоит в степи, у вас нет соседей, может случиться что угодно. Есть в Аргентине еще такое понятие, как закрытые поселки. Я когда только приехала в Аргентину, себя на фейсбуке выкладывала прямой эфир с такого закрытого поселка. Это очень часто встречающаяся форма жизни в собственном доме, или этот дом вами может арендоваться, да, и который находится на закрытой территории, где есть своя охрана на въезд, где охрана постоянно катается на таких машинках, как для полей для гольфа, да, и следит за обстановкой. В этих поселках очень много камер видеонаблюдения, и там люди иногда даже двери не закрывают, и живут комфортно, им там хорошо, когда нужно выехать в город, да, там на машине и так далее. И вот такие вот поселки закрытого типа, они есть абсолютно любой ценовой категории. То есть вы можете найти поселок, где вполне возможно в аренду снять дом за 500 долларов в месяц, и дом может быть даже и с бассейном, он может быть там двухэтажный и так далее. Такие предложения есть, и если хорошенько поискать, то их всегда можно найти. И в таком случае это комфортно жить, и комфортно, безопасно и так далее. Но зачастую для проживания в таких закрытых поселках вам понадобится машина, потому что чем престижнее и чем безопаснее вот такой поселок закрытого типа, тем он дальше находится от общественного транспорта. Есть такие поселки, которые прилегают непосредственно к остановкам общественного транспорта, и возможно, да, там тоже можно будет найти по вполне приемлемым доступным ценам. Если же вы рассматриваете жизнь в пригороде Буэнос-Айреса, то здесь, как я уже в других видео постоянно говорю, нужно смотреть на направление. Вот я живу на северном коридоре Буэнос-Айреса. Это безопасный район. Если завтра не будет дождя, пойду сниму видео. Есть у меня один завтра выходной день, но правда обещают дождик. Если не будет дождя, сниму и покажу, как здесь живет частный сектор. То есть у нас тоже в Сан-Исидро у нас есть поселки закрытого типа, территории закрытого типа, и есть много улиц с частным сектором. И вот Сан-Исидро – это безопасный район для проживания. Здесь даже есть дома, частные дома без решеток и без заборов. Вот просто идешь по улице, стоит дом, нет забора, нет решеток на окнах и так далее. В Сан-Исидро и в прилегающих тоже к нему городках, в принципе, по всему северному коридору, тоже можно рассматривать там покупку или аренду частного дома. Но опять же нужно очень внимательно, потому что в том же Сан-Исидро есть некоторые кварталы, куда лучше не заходить. Я точно не знаю, где они как-то меня на машине давно туда возили. Но я много гуляю по Сан-Исидро, и пока кроме дворцов здесь ничего не вижу. И достаточно, ну не только дворцы, да, и просто красивые домики и так далее. Так что вот завтра пойду утром гулять, как дождь перестанет, и сниму, посмотрите, как выглядит частный сектор вот в моей деревне. Если же мы говорим о частном секторе в пригородах Бонес-Айреса по западному направлению, по южному направлению, ну здесь только вы сами за себя берете ответственность за собственную безопасность. Если это не поселок закрытого типа, то я не рекомендовала бы жить в таком поселке. Вот, например, чтобы вы понимали анекдот про один городок, который находится на западном съезде с города Бонес-Айреса. Городок Морейна, да, встреча, останавливает въезжающую машину на территорию этого городка. Полиция и спрашивает, оружие есть? Нет, возьмите. Вот это то, что нужно знать о жизни в пригородах Бонес-Айреса. То есть жить можно в частном секторе, и построиться можно, и купить, и арендовать, но очень четко нужно понимать, где можно жить, а где нельзя жить, или где можно жить, но с ответственностью, да, за собственное здоровье, за собственную жизнь вы берете в данном случае на себя. Вот это так, если коротенько. Вопросы еще были, возможно ли купить землю, построить дом. Да, конечно, все возможно. Естественно, немножко больше вам понадобится разрешение, чем, например, вы это делали в России, не намного больше, если вы это делали в Европе, и так далее. Потому что вот, когда я хожу, здесь по поселку, и вижу некоторые стройки на каждом заборе, да, это частный дом, строит, как бы, для себя человек, но все равно на заборе у него висит разрешение о том, что администрация там поселка, или не знаю там чего, ему дало разрешение на проведение работ, вот этот QR-код на этом разрешении, где каждый может подойти и посмотреть, правду он написал на своем заборе или нет, также с указанием архитекторов, компаний, заказчиков и так далее. Можно ли самому строить? Ну, возможно, можно, да, только нужно, проект будет согласовать в определенных органах. Я строительством не занималась здесь пока еще, поэтому на этот вопрос более конкретно, что нужно для того, чтобы строить свой дом, ответить не могу. Так, и теперь погнали по вопросам. Добрый день, а вообще реально найти квартиру дешевле 400 долларов в нормальном районе? Умею делать ремонт, и не смущает плохой ремонт, потому что все, что я смотрю в других группах, пишут, что меньше 1000 долларов можно не подходить. Конечно, можно, можно снять квартиру за 400 долларов в безопасном районе, потому что кроме любимых россиянами Палермо, Риколеты и Пуэрто-Мадера есть и другие районы. Есть районы для среднего класса, да, такие как Кабашита, у меня есть видео об этом районе, есть такие районы, как Альмарго, или Альмагро, Альмагро, по-моему, правильно называется, да, средний район, районы для проживания среднего класса, где вы вполне себе можете найти, там, за 300, может, даже и за 250 долларов, квартиру, если хорошо поискать. Но нужно понимать, конечно, что если мы говорим о ценнике 250 долларов, то это, скорее всего, будет долгосрочная аренда на 3 года. Чтобы сделать аренду на 3 года, вам нужны документы соответствующие, да, вам нужен поручитель, и вам нужна справка о доходах на территорию Аргентины. И это нужно учитывать, хотя, конечно, всегда с хозяином можно договориться. И, скорее всего, это будет аренда без мебель. За 400 долларов вполне тоже можете найти, нет никаких проблем. Так, еще вопрос. Лаплата, городок, он дешевый и более спокойный для того, чтобы переехать и чуть подучить язык. Да, Лаплата дешевле. Насчет того, спокойнее он или нет, я не знаю. По-моему, там с безопасностью не все так гладко, как в некоторых районах Буэнос-Айреса. Но люди живут, живут годами, десятилетиями, да, и никто их не убивает. Все возможно. То есть Буэнос-Айресом Аргентина не ограничивается. Много других интересных районов, городков, где вы можете вполне комфортно жить за более умеренные цены. Так, и по-моему, подобное, а вот подобное, да, ваше видео супер. Сама прилетаю в марте, но так пугает, что цены на жилье в Буэнос-Айресе говорят, что меньше 600 не подходи. А я хочу найти студию в районе 200-250 долларов. Возможно ли это? Да, возможно, только что ответила. Так, следующий комментарий. Елена, вы умно, информативно подаете, предельно все объективно. Говорю это с 24-летним стажем жизни в Буэнос-Айресе. Но есть одно «но», которое вы не упомянули. Наш европейский интеллект не будем измерять, но заметно выше местного или тех, кто приезжает из Парагвая, Боливии и так далее. Ну, а если сюда еще плюс трудолюбие, то о каком низком уровне может идти речь? Мы сами себе создаем уровень жизни. Ну, вот здесь я абсолютно согласна, что мы сами создаем себе уровень жизни. По поводу интеллекта я бы не согласилась, поскольку я абсолютно против любого расизма и национализма. И в упоминаемых авторам странах есть люди, у которых IQ зашкаливает и намного выше, чем у этого автора. И вот самое главное, из-за чего я выписала этот вопрос. Я считаю, что уровень жизни в стране определяется уровнем жизни стариков и пенсионеров и тем, что они себе могут позволить. Пожалуйста, озвучьте эту тему. Тема эта достаточно обширная. Если говорить просто, то пенсия, государственная пенсия, которую здесь можно себе заработать в Аргентине на какой-либо обычной государственной должности, она не позволяет жить, скажем так. То есть это пенсия порядка 150-180 долларов. Это я говорю о людях с высшим образованием. Я не знаю, сколько получают продавцы магазинов и так далее. Я не знаю ни зарплату их, ни их пенсию. Вот я на тех примерах, которые знаю. То есть это пенсия, которая позволит пенсионеру только заплатить за его медицинскую страховку, если у него есть частная страховка. То есть на пенсию, обычную пенсию в Аргентине жить нельзя. Но если человек в течение своей жизни он занимался бизнесом, то он что делает перед пенсией в Аргентине? Он продает свой бизнес, да, и на эти деньги может купить себе, если это позволяет ему, например, несколько квартир сдавать в аренду, или там свой бизнес сдавать в аренду, то есть иметь пассивный доход. Кроме того, в современном мире доступны частные страховые компании, которые могут предоставить вам пенсионную страховку. То есть накопительная пенсия в течение своей жизни откладываете и потом пользуетесь услугами этой страховой компании, которая вам будет выплачивать вашу пенсию. То есть возможности жить достойно и комфортно на пенсию они есть. Некоторые люди, я знаю, они вообще просто всю жизнь там откладывали в чулок в долларах и теперь эти там доллары меняют, там раз в месяц поменял, там надо тысячу-полторы тысячи для нормальной ему жизни, он меняет и в течение месяца живет и так далее. Ну понятно, что такие запасы, они когда-то кончаются, поэтому естественно, что более комфортно для обеспечить себе пенсию это позаботиться о своем пассивном доходе на период пенсии или застраховаться в частной страховой компании, которая предоставляет пенсионные страхования. Поэтому, да, если человек не позаботился о своей пенсии заранее, понадеялся только на пенсию, то это очень низкий уровень жизни у него будет. Здравствуйте, пожалуйста, расскажите еще о беженцах, можно ли править убежище, наверное, запросить, запросить убежище в той стране проживания, где в данный период вы находитесь. Такие, кстати, вопросы часто тоже появляются. Скорее всего, такие вопросы, это наследие нашего советского прошлого, когда очень тяжело было выехать за пределы России и тогда шли в консульство Соединенных Штатов или Австрии запрашивали беженства и, имея эти документы, эмигрировали. Сейчас можно ли это сделать? Да фиг его знает. Сейчас никто это не делает, потому что та же Аргентина, вы купили билет, прилетели в Аргентину, пришли в миграционную службу и запросили себе статус беженца. То есть вы бежите. Какое там оформление на территории своей страны и вообще смысл в этом. Билеты вам никто за вас не купит. По-любому, вам покупать билеты, вам собирать свой чемодан и лететь в ту страну, куда вы собрались. Поэтому подобные вопросы мне непонятны. Зачем это делать в той стране, где вы находитесь, терять время, раз вы бежите, значит, вы чего-то боитесь. Ну, бегите и здесь уже на месте оформляйте свой статус беженца. Зачем эмигрировать? На родине всегда лучше. И языки учить надо. А языки учить надо. Ну, языки учить надо, да. Хорошая зарядка для вашей мозговой деятельности. Зачем эмигрировать? Да, не надо вам эмигрировать. Если человек задается таким вопросом, значит, ему эмигрировать не надо. И эмиграция, как я уже говорила, она не для всех. Вам прекрасно на родине, но и прекрасно. Что нужно было натворить в Испании, чтобы сбежать в Аргентину? Этот вопрос, который тоже мне очень часто задают, честно, он меня уже замучил, этот вопрос. Что было нужно натворить в Испании? Да ничего, пожила, классно, мне все понравилось в Испании. Теперь хочу пожить в Аргентине. Я вообще не понимаю подобных вопросов, да, и у меня иногда встречный вопрос. Что нужно иметь в своей голове, чтобы написать такой вопрос, да, какое-то раболепство перед Европой? Уж если, как некоторые считают, если ты попал в Европу, то все, ты поймал там птицу счастья за хвост, это рай, из которого не надо никуда уезжать. Но те же европейцы, они тоже разбредаются по всему свету и живут там, где они хотят. Это привилегия свободного человека. Хотят жить в Европе, там, хотят жить в Испании, флаг в руки, хотят жить в Коста-Рике, хотят жить в Венесуэле, в Аргентине, опять же, флаг в руки. В современном обществе каждый себе может позволить то, что он хочет. Поэтому подобные вопросы, вот честно, мне уже начали поднадоедать. Что я натворила в Испании? Да ничего, захочу вернуться, вернусь. А что делать, если к 50 годам ничего не смогла построить? Это комментарий под моим видео о том, как эмигрировать после 50. Но если к 50 годам вы ничего не смогли построить, то вам не надо эмигрировать. Вам нужно оставаться жить там, где вы живете. Потому что если вы на своей родине за 50 лет ничего не смогли заработать, построить и так далее, то кто вам сказал, что в другой стране вам будет лучше? Нет, не будет. Услышала, что в Аргентине не наряжаются, а я делаю украшения. Не получится дополнительный заработок? Знаете, я тоже слышала, что в Аргентине не наряжаются. Я слышала, но не видела. И слава богу, что аргентинки тоже этого не слышали. Как-то помню, в одной из групп, одна из наших представителей элиты русской эмиграции писала, что в Аргентине даже в платьях девушки не ходят, а только в джинсах. У меня вчера были очень важные переговоры, и я ничего не придумала лучше, как нарядиться в свои белые джинсы, которые в обтяжку, и в которых, в принципе, тут в латине местные латинки любят ходить. Я думала, я сдохну просто от жары. Я и раньше подозревала, что местные девушки здесь ходят в джинсах, потому что им так удобнее в плане креативности. Из-за того, возможно, что они не умеют наряжаться, или, может, у них это вообще эти джинсы, это единственное, что у них есть. Это, в принципе, универсальная одежда, в которой и в пиры, и в миры, и в гроб, и куда хочешь. Но девушки в Аргентине наряжаются вообще все латинки, включая и аргентинок, в том числе. Они очень женственные. Они любят красивые платья, они любят украшения, они любят макияж, они следят за своими прическами, своими волосами, они следят за своим маникюром, педикюром. Поэтому, если вы где-то прочитали, что здесь не наряжаются, о том, что здесь не ходят в платьях, ну, не читайте больше этих людей, которые это пишут. И если вы хотите иметь дополнительный заработок, изготавливая украшения, вперед из песни. Здесь этих ярмарок, на которых вы можете это все продавать очень много. И выбирайте там, где вам больше нравится, или где вам кажется больше поток туристов или местных, и так далее. Арендуйте там место и продавайте. Или раскручивайте свой сайт, или свою страницу в Инстаграме, и занимайтесь этим. Еще как любят аргентинки наряжаться. Из Северной Испании самого красивого места на земле, имея все необходимые для жизни документы, легализацию и т.д., уехать в страну Третьего мира, для этого, вероятно, нужны веские причины. Да, у меня была очень веская причина. Я очень хотела жить в Южной Америке. Все. Других причин для этого не было. Пишут об этом мне каждый день. Живу в США, и знаю, многие едут на пенсию в разные страны, в частности, в Португалию. Интересно, как много американских пенсионеров в Аргентине. Если встречали таких, дайте знать. Пенсионеры из США едут абсолютно во все страны мира, там, где подешевле на пенсию. Я не могу сказать, что я точно знаю хорошо все цифры, но вот то, что я читала от наших русских эмигрантов, проживающих в Соединенных Штатах, которые ищут, где им жить на пенсию, то я вижу такую цифру, что их пенсия будет составлять порядка 1250 долларов США в месяц. Понятно, что в США на такие деньги жить некомфортно. И поэтому ищут страны подешевле. Едут в Португалию, ну, понятно, в Португалии жизнь подешевле. Знаю, много едут в Эквадор, потому что жизнь там подешевле. Жизнь в Аргентине будет подороже. Поэтому сюда, скорее всего, они тоже едут. То есть, ну, я не могу сказать, вот если я не видела американского пенсионера, это значит, что их здесь нет. Я их просто не встречала на своем пути, да, мне, может, это было неинтересно. Едут ли сюда американские пенсионеры? Ну, да, но только не те, у которых пенсия 1250 долларов, да. Вот возьмите ту же Панаму. Есть там городок, вот забыла заранее посмотреть, там он находится на высоте где-то 1200 метров над уровнем моря, и там идеальный климат, да, 25 градусов круглый год. И я знаю, что там он просто полностью заполонен американцами. Они там живут комфортно, даже не зная испанского языка в Панаме. Ну, в Панаме, в принципе, и местные очень многие знают английский язык за счет того, что эта страна долгое время она была под Америкой. Но, опять же, это тот поселок, где они явно не на пенсию 1200 живут, потому что я когда там была, я смотрела, сколько там стоит купить домик, там ниже 600-800 тысяч долларов не подходи. То есть, что касается американских пенсионеров, все зависит от уровня их пенсии. Если у них пенсия минималка, да, 1200 долларов, то, думаю, что вряд ли таким пенсионерам они поедут в Аргентину. Они будут себе искать на пенсию более дешевые, более экономные места для своей жизни, кое-то же на этой планете имеются. Я видела и в Испании пенсионеров, да, вот он там приехал и ищет самую дешевую деревню для своей жизни, там, нашел где-то за 300 долларов может снимать дом, и вот все, вот оно счастье. Да, счастье в данном случае измеряется тем объемом пенсии, который человек себе смог заработать, заработать, накопить или так далее. И от места это не зависит. Это зависит только от того, сколько человек себе на эту свою пенсию может позволить. И это касается не только американских пенсионеров, но и любой другой страны. Дальше. Нормальным людям, которые занимаются своими делами, естественно, все равно, кто с кем спит, живет, любит, кто от кого рожает и так далее. Но мы же все вне дома некоторые проявления друг друга, в том числе и чувств, видим. И у некоторых начинается истерика при виде некоторых пар, потому что не тот половой состав, говорят эти некоторые. А в Аргентине не сплошь и рядом такое среди местных и пребывающих эмигрантов. Я уже в одном из своих видео рассказывала, что в Аргентине по большому счету вообще на вас конкретно всем пофиг и по барабану. Если вы не относитесь к определенному высокому уровню и у вас какой-либо статус, тогда за вами будут более пристально смотреть, тогда вам нужно думать о том, что вы говорите, как вы одеваетесь и так далее. Что же касается всего остального, по барабану, с кем вы спите, как вы одеваетесь и так далее. Ну, в смысле, как вы одеваетесь, если вы, например, Кончита Вурц, да, и решили одеть длинное платье, прогуляться по Буэнс Айресу, у вас не будет никаких проблем. Видела и мужиков там в колготках ажурных ходящих, вообще никто не оборачивается всем по барабану, как вы выглядите. Потому что Аргентина – это свободная страна, и Аргентина – это страна с самым большим потоком гей-туризма. Даже, правильнее сказать, туризма ЛГБТ, да, потому что кроме геев есть лесбиянки, трансвити и так далее. Не все слова я знаю, как правильно выговаривать, поэтому не буду, чтобы никого не обидеть. Никто здесь в оборок не падает, никто истерики не закатывает. Ну, может быть, кто-то из наших, вновь прибывших, захочет закатить подобную истерику, но он как ее закатит, так и закончит. Потому что на вашу истерику тоже всем по барабану. В Аргентине, еще раз повторюсь, место есть всем. И никакой гомофобии здесь нет. Так, дальше. Елена, преобладают ли свободные отношения в Аргентине? Какое соотношение? Ну, можно, конечно, у меня спросить, есть ли тут свободные отношения или нет, но спросить еще, какое соотношение, простите, я где должна эти цифры смотреть, на себе испытывать, я не собираюсь. Достаточно того, что у меня есть в одном из плейлистов видео мои 15 свиданий за месяц. Когда я только приехала в Аргентину, вот меня там попросили рассказать об аргентинских мужчинах, я вот побегала на свидания и сняла по их результатам в этих свиданиях, переписках и так далее. небольшое видео, которое вы можете посмотреть. Если здесь свободные отношения, здесь есть все. Еще раз повторюсь, в Аргентине есть все, есть место всем. Кому-то нравятся свободные отношения, кому-то нравятся традиционные отношения, кому-то нравятся нетрадиционные отношения. Вообще никого это не волнует, и где смотреть честно эти цифры, в каком это все соотношении, я не знаю. Но то, что очень много мужчин здесь хотят именно серьезные отношения, хотят именно вступление в брак, жить с вами и т.д. и т.п., вот единственное, что могу сказать, что такого здесь больше, чем в Испании. Заставить испанца жениться – это большая проблема. А с аргентинцами в этом плане они вам сами скорее предложат. И еще читала, что сейчас с иностранных банковских карт при расчете через терминал в магазине считают по черному курсу. Это был комментарий под моим прошлым видео, там несколько было комментариев, где я говорила о минусах жизни в Аргентине, об этих двух курсах, с которыми надо постоянно носиться, из-за которых тратится время на переводы, на снятие денег и т.д. Да, там с последних чисел декабря, правильнее сказать, наверное, будет с начала января, есть так называемый туристический доллар или туристический курс доллара. И, находясь в Аргентине, вы можете расплачиваться какой-нибудь своей, например, европейской или американской карточкой, и с вас там будут снимать не по белому курсу, который абсолютно неинтересен, а с вас будут снимать по туристическому курсу. Но этот курс, он не равен blue доллару, или, как некоторые говорят, черному доллару, правильно тут называть все-таки blue доллар. Он, конечно, намного интереснее, чем официальный. Вот, например, позавчера я меняла доллары по курсу 380, и в эти же дни у моих туристов с карточек списывали по курсу 340. То есть, это разница где-то порядка 10, там с небольшим, там 10, 12, 15 процентов. Дешевле у вас будут снимать по карточке, но, естественно, это намного выгоднее, чем официальный, который там где-то 180 песо за доллар. Поэтому, да, можно в крайнем случае, то есть, вот если вы только приехали, у вас там сегодня-завтра нет возможности поменять, вы можете расплачиваться карточкой. Но должны учитывать, что разница все равно с blue долларом есть. И если это маленькие суммы, то, в принципе, вообще, как бы, можно на этом не заморачиваться. Но если какие-то более крупные покупки, то все равно лучше менять по blue доллару. Кроме того, при оплате наличными очень часто вам делают скидку, да, то есть, проходя мимо магазинов, вы видите таблички. Например, при оплате наличкой 10 процентов скидка. Или заходите в магазин, даже там, если нет такой таблички, то просто можно поторговаться. То есть, я вот хочу купить то-то, 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 буду расплачиваться наличкой. Даете скидку или нет? Зачастую, когда это частные магазинчики, частные лавочки, то в большинстве своем они скидку дают. А вот в сетевых магазинах, в больших магазинах это встречается редко, но тоже иногда встречается. Вот, на этом у меня сегодня все. Сегодня я прям быстренько уложилась в 30 минут, потому что мне просто YouTube не дал сделать большую раздвертку, посмотреть все ваши вопросы, потому что за две недели их скопилось побольше этих вопросов. А мне YouTube дал посмотреть только за последнюю неделю из интересного, да, из того, что можно как бы развернуто вам ответить. Если какие-то вопросы остались нераскрытыми, если вам что-то интересно, пишите в комментариях. Я вижу, что подобные видео вам нравятся, поэтому буду делать их, стараться по мере свободного времени каждую неделю, ну или хотя бы раз в две недели, и буду более подробно отвечать на все те вопросы, на которые мне лень писать пальчиками. Вот, на этом у меня на сегодня все. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь, и до новых встреч на моем канале. С вами была ваша Елена Вивас. Всем пока-пока.